Бойтесь ходячих мертвецов Вот уже как третий сезон подряд, семья Мэдисон пытается выжить в новом мире. Новый сезон начался с военной базы и фермы, а закончился взрывом на плотине. И никто не знает, кто смог спастись. Кроме Мэдисон, она смогла уцелеть. Концовка получилась потрясающей, да и вообще почти весь третий сезон получился шикарным. Начнем с рождественской темы, которая была в самом начале. В те минуты повеяло чем-то нормальным, адекватным и приземленным. Все это, конечно, было не по-настоящему, а лишь проекция переживаний Мэдисон. Могильные плиты всех тех, кого она убила и тех, кто как или иначе косвенно погибли из-за нее. Момент, когда она в конце подходит к могиле, я подумал, что она подходит к Тревису. Но все оказалось куда сложнее. Могила Отто, который тянет ее на дно. Потом Тревис ее пытается вытянуть из этой же могилы. Ведь, грубо говоря, весь кошмар этого сезона начался ровно с того момента, когда семейство потеряло Тревиса, который более и менее их всех вытягивал и тянул хоть как-то к свету. Брал на себя тяжесть всех принятых тяжелых решений. Когда его не стало, все это взяла на себя Мэдисон. И, как мы видим, у нее это не очень хорошо получается. Она не справляется со всем этим, так как справлялся Тревис. Приручи ярость или будешь запуган. Я ищу альтернативу. Да нет, я. Война ждала того, что мы ее развяжем. Он был для них всех своего рода спасением, потому что всю ответственность можно было свалить на главу семьи. Теперь главы семьи нет, и каждый пытается потянуть одеялко разрушения на себя. Мол, они все-таки взрослые и умные, и могут справиться со всеми ситуациями самостоятельно. Нет, не могут. Этот сезон это наглядно показал. Теперь роль лидера пытается хоть как-то перетянуть на себя Стрэнд. Но он тоже с этим не справляется, ибо его поступки и действия не столь обдуманы и рациональны, как были у Тревиса. В общем говоря, среди них лидера пока нет. О, прошу, пожалейте. Прикончим этого подонка. В финальной серии мне не до конца были понятны действия Такера и Пса. Они же вроде как за своим народом в пустыню свалили. Как же они на холме-то оказались? С чего вдруг решили помочь и потратить на обстрел противника, который для них не противник вовсе, драгоценные патроны? Или у них патроны на дороге валяются, а потом видя, как лодка с командой Супер Халка Разрушителя идет ко дну, такие. Не, ну они потонут, тут мы им не помощники. Пойдем-ка на север. В общем, не понял эту сцену. К чему это было? Очень жалко, конечно, что погиб Трой. Он был крутым персонажем, хорошим другом для Ника. Даниэль чудом остался в живых, но после взрыва, кто его знает, возможно погиб, а может и нет. Напишите ваши догадки о нем в комментариях. Ник в конце молодец, взял детонатор и манипулировал врагами, а также помог своей семье сбежать. Финал, да и весь третий сезон мне очень понравился. Было несколько скучных эпизодов, но в целом все замечательно. Кстати говоря, убойтесь ходячих мертвецов, новый исполнительный продюсер Скотт Гимпл. Да-да, тот самый, который сейчас занимается основным сериалом «Ходячие мертвецы». По его словам, четвертый сезон будет огромным. И еще одна маленькая новость, о которой вы, скорее всего, знаете. На недавнем Комиконе, который проходил в Нью-Йорке, Киркман ошарашил посетителей новостью о том, что два сериала, наконец, состыкуются. Это «Бойтесь ходячих» и основной сериал. Он еще сказал, что один герой точно появится в одном из сериалов. Также Киркман предположил два варианта развития событий. Либо зрители увидят в спин-оффе предысторию кого-то из компании Рика Граймса, либо, наоборот, будущая версия одного из персонажей «Бойтесь ходячих мертвецов» появится в оригинальной драме. Источники сообщают, что кроссовера придется подождать до следующего года. Пока сложно предположить, какой из персонажей свяжет между собой два популярных шоу AMC. Однако ранее поклонники зомби-драм, ссылаясь на акцент актрисы Ким Диккенс, строили теории о том, что ее героиня Мэдисон Кларк может иметь отношение к кому-то из «Ходячих мертвецов». Сама Ким в шутку или всерьез предположила, что Мэдисон связана с Дэрилом Диксоном. Следующий сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» выйдет предположительно летом 2018-го. И вот тогда мы узнаем, кто смог спастись в финале третьего сезона. Спасибо за просмотр этого видео. Если тебе очень сильно нравится «Ходячий», то подписывайся на канал и смотри другие ролики. Еще увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok